а сами смотрите по сторонам теперь руками голову закрыли и вращаемся в левую сторону тренируем наш вестибулярный аппарат левая нога впереди пол оборота левым боком отступаем 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 на координацию левая нога через линию заступили вышли зашли и вышли зашли и вышли можно подвать шейка левая правая левая правая левая правая вперед назад чтобы мозги оживились маленько можно спиной вперед если вы наглые с вращением с блоком правым левым вот отлично а у нас такая операция и теперь каждому встречному поперечному толкнули 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 побежали дальше по полу подъезжаем вактуру вверх внимание внимание аккуратно наставка аккуратно а то мы дальше размяю не дойдем пальцы так же сгнах кулаки вращаем кулаки вращаем головой одновременно уши вперед локти размяли и в другую сторону шаг влево поменяли на месте на месте пошел шаг влево шаг вправо влево вправо танцуют все скрутились влево скрутились вправо Правая нога, левая рука. Есть два, есть три. Сексуальное упражнение. Две двумя. Самозащитники, они должны уметь это. И в другую сторону. Все не будет? Нет. Положили ладонь на колени. И круги. Круги побольше. И в другую сторону. Дайте нужна грузировка. Подбородок прикрываем, спина круглая. Движение, припадение назад. Руки отсидываем в стороны. Ближе к ногам. Где-то кто-то заиграл. Ладони вниз. Оленя раздели. Пробуем. Прям 2-3 раза мощно прям всем просто откинуть вашему товарищу. В команду голс. В команду голс. Вот так вот. И сам тоже делся. Приказал сам, Лёгко. Молодец. Да, ребят. При этой страховке самое главное, чтобы мы не ударили затылком об землю. Об пол, об асфальт, об грунт, об бетон и так далее. Знаете, все-таки случаи бывают, да? Человек упал, подскользнулся или его ударили, он шмякнет так башкой. Именно от этого происходит детальный исход. Не от того, что там ударили по челюсти. Это можно пережить. А когда ваша голова встречается с асфальтом, вот здесь, конечно, может быть, это очень опасно. И делаем это. Сейчас вот страх высоты мы используем, да? Сейчас, знаете, коленочек поставить пошире, живот вперед, бедра вперед. Знаешь, зачем упасть, но не на руки, а прокатиться по туловищу. До груди. Вот такое движение. Прогибаемся. Так же, подбородочек сюда отбираем. Вот видите, в таком положении, как бы лодочек прокатиться. Ну, сбоку. Ну и достаточно, давайте. Перейдем уже к приему, не просто самообороны. Вы упали. То есть начнем с самого худшего. Ситуация. Одно дело, когда у вас идти на ногах, у вас есть возможность убежать, оттолкнуть, ударить, что-то сделать и, в общем-то, остаться живым-здоровым. Но когда вы упали, наша психика находится под нагрузкой, под большим стрессом. А почему? Потому что мы не знаем, что делать. Сейчас мы все это узнаем, и вы будете нормально защищаться. Смотрите, когда вы упали, а противник ваш остался на ногах, то ваша задача повернуться к нему ногами. То есть ни в коем случае не отдать ему голову свою. Что будет делать товарищ противник? Он будет забегать к вашей голове и пытаться вас попинать в голову здесь. Одной ногой впинать. Да, сюда. Я закрываю голову, по ребрам летят пинки. Закрываю ребра, в голову летят пинки. Поэтому наша задача развернуться к нему ногами опять же. Он выдвигает с этой стороны, разворачиваюсь сюда. Здесь я могу нормально защищаться, бить ногами в колено, в пах, в голень. При возможности могу даже даже в голову удар. О-о-о-о! Привисся, стойчивый. Влати голове, вкнуто, мушки его. Сейчас, смотри, с каждой паре палаты. Ну почти как погреблески получили. Ха-ха-ха-ха. Самый парик палаты. И меняемся с заданием. Кто он оставил на ногах, тот падает. Держим лапу на уровне колена, на уровне бедра. Может чуть ниже. Коленочку, вот смотрите, сгибаем. Потому что когда придет удар, туда в лапу, чтобы ваше колено выдержало, да? И отсюда просто спокойно сидите. Правой ножкой попробую ударить, левой ножкой. Правой, левой. Два-три удара сделали, смещайся. Я тоже смещаюсь. Бум, бум, бум. Право. Бум, бум. То есть постоянно орудие свое направляем на цель. Одну ножку уже заранее зарядили. Потому что у вас не будет времени, возможно, движение лишнее. Сразу зарядили ногу. Бам туда. И важный момент, бьем пяточкой. Каблуком, скажем тогда. Вот так вы можете и стопу себе повредить. Ну и промазать просто. Поэтому пятками. Я тебя даже побежал. Ты че? Давай, давай. Он обошел ваши ноги. Обошел ваши ноги. И находится сбоку. Вам всегда сядет. Закрыть голову руками. Начинаем влечать, значительный удар в голову. Прямо в ладошку сверху. Вот сюда. Локки вниз. И коленом, ближайшим к противнику, закрываем, соединяем колено локоть. Получается такой забор. Ну и круглый, на пищу. Вот. То есть я поставляю сейчас ему. Поставляю ему твердую часть тела, колени. Долго так не залеживаешься. И при какой-то волосе, возможно, он близко подходит. Да. Ну, я разворачиваюсь. Отходи с другой стороны. Начинаю бить. Закрываюсь. Разворачиваюсь. Закрываюсь с другой стороны. Разворачиваюсь. Походи с ногу. Закрываюсь. Ну, добивать это приятно, да. Ага, и меняемся. Второй тоже удар по яйцам попробует. Кулачком. Подбородок прижимаем. Руками закрываемся. Вот. Просто прижим. Вот. Сейчас поздремим. Вот. Кинуть руку. Да, сейчас. Луку на запястье. За локоть на запястье. За голову. За туловище. За ногу. За две ноги. Как бы несколько этажей, да? Если у вас за ноги хватают, скорее всего, через седу, то, конечно, за причиной места. Если вас хватили за руку, наверное, дальше может человек оказаться за спиной. А может быть, он в это время достает ножик. А может быть, в это время бегут мои товарищи, сейчас мы будем его опущены в двое-второе. Поэтому все захваты надо сразу моментально срывать. Лучше вообще не отдавать свои руки там голову. Захват. Но если так получилось, да? Итак, захват за руку. За пятя. Простая схема. Здесь один палец, здесь четыре. Здесь один палец. Берем и вырываем пару бронтик. Крепно держи. Вот сюда вырываем. Локоть прижимаем к себе, чтобы у нас не одна рука изолирована работала сама по себе, да? А чтобы мы раз, включили крупную группу мышц. Ноги, туловище. И вырвали руку. Если другой рукой, большой палец с этой стороны. Вот сюда будем вырывать. Всегда можно помочь, ребят, сразу второй рукой. То есть третье движение и на разрыв. Если другая рука. Крепно держи. Вот, взяли и сняли захват. Не спешим убегать, сейчас на месте поработать. Вот. И вторую руку тоже. Так, давайте за голову у вас пытаются ходить. Смотрите, за голову. Ну, типа вот таким вот движением. Типа подошли, разбивали, положил руку. Может быть, стелью у вас ударить вторую руку. Может, просто подержать на месте. А может быть, немножко подтянуть к себе. А может быть, ты что-то толкнуть вперед. В любом случае, мы видим прямую руку. Приподнятый локоть. Да? Вот здесь вот, на уровне бороды нашей. Что мы делаем? Что мы делаем? Берем руками. Немью руками. Подталкиваем вверх. А сам приседай одновременно. Да. И уходи под руку. Вот. Еще раз. Вместе. Теперь ты мне хватай. Под руку. Под руку. Вот ваше зачистение. Подтолкнули ручку вверх. Сами поднырнули. И ушли как бы за спину. Да? Сюда. Старинная военная тактика. Зайти на фланг. Зайти в тыл. Вот сюда спрятались. Вот сюда спрятались. Очень просто. Подбили локоть. Поднырнули. Зашли за спину. Два заклада делаем. Хаотично. За голову. Вот то, что мы с тобой делали. Снимай. За руку. За голову. За руку. За руку. За голову. За руку. За голову. За голову. За руку. За голову. За голову. За руку. Заходуйте его. Основные захваты. За голову за руку. Поехали. Работаем. Вы агрессор. Кто-то хватает. Мы не просто берем за руку его подержаться. А с какой-то целью. Давайте у нас будет сейчас стейк вот его тащить. Например, я хочу его вытащить туда. В коридор, чтобы без свидетелей разобраться. А получится Макса тащить-то? Попробуем. Итак. Вот сейчас используем эти захваты. За голову. За руку. За руку. За руку. А рука такая, что заходи. Не схватывай что-то. Ты же как с лопёс концом. Смотрите. Обратите внимание. Я не просто беру его за руку, а я тащу его за руку. Не просто за голову, а тащу его за голову. Короче, тебе постоянно здесь надо ходить. Нет. Колью никто как раз не будет тащить. Колью надо будет тащить вот так-то. Пробуем. То есть вытащить в дверь своего товарища. Ребят, смотрите. Маленькая пауза. Очень важно, как сказать, озвучить свои намерения вербально. Понимаете, да? Иди сюда, да? Иди сюда! Иди сюда, сказал! Утвердительно, командным голосом. Низкий, вот такой, такой голос, да? А второй, для чего это ему нужно? Чтобы он испытал не только ужас от захвата, но и ужас от какого-то наезда, агрессии вербальной. Злого взгляда, жёсткого голоса. И тогда ваше дело будет более реалистично. Давай, ещё раз. Прям пожёстче, с матерком можно. О! Меня ещё не научили самобороняться. Как есть? Очень просто. Как есть? Потому что всё отдать, естественно. Но проблема в том, что иногда, во-первых, не всё можно отдать. Там честь и достоинство нельзя отдать. Мало ли как у меня намерение приступить. А во-вторых, если у него там... Город должен быть, да? Если у него годовая зарплата, например, с собой в кармане, то он её отдаст просто так. У него семья, дети, всё так-то. Вот. Поэтому придётся обороняться. Самая простая реакция. Первая. Правильно испугаться. Да? То есть показать, что я контролирую. У меня так, я думаю, всё, у меня всё... Да. Вы измугаетесь. Это однозначно. То есть я не чувствую в рейсе какой-то опасности. И я сейчас буду разговаривать, я буду что-то у него там доставать. Ну, предположим. Следующее. Ему нужно контролировать мою руку двумя руками, желательно. Если ему некуда бежать. А мы сейчас давайте разберём свою ситуацию, что он не может просто взять и назад побежать. У вас здесь кинуть. Да. Ну, например. Поэтому его задача двумя руками схватить мою руку очень плотно. Оттянуть пузо от ножа. А руку опустить вниз и крепко-крепко прижать к полу. Прижимать. Вот. Подгрузить меня. Вот теперь у него есть пара-тройка секунд для того, чтобы оттолкнуть меня. Да. Может быть ударить. Но чревато. Держи крепко. Вот. Толкнуть меня плечом и сваливать на двери. Готов? Давай. Двери какой? Ну свали. А там угол. Не туда побежал. Не разобрался ситуации. А я спросил, где для руководителя. Где навигатор, да? Где здесь дверь? Еще раз парни. Алгоритм следующий. То есть угрозу на рассмотрим. Не удар, а угрозу. Угрозу. Я должен сначала испугаться. По возможности, если вы, понятно, не в панике, проконтролировать, что у меня происходит. Один он. Не один. Ничего нет. Ничего нет, да. А он все равно... Где дверь заранее подумать? Да. То есть еще нет, а угроза все равно есть. То есть, возможно, это какой-то маньяк, убийца. Вот примерно так. Еще ножку надо забрать. Нож забирать нежелательно. Почему? Потому что, во-первых, будут быть отпечатки мои на этом ножом. А во-вторых, я не знаю, какой он сильный, не сильный, да, какая ситуация. И, все самое главное, я не сотрудник, прокурорник, орган, чтобы делать всякие прекрасные рычаги, забирая из него нож и конвоировать. Где дверь? То есть, моя задача первонаперло, самоборона, это спасти себя. Как можно быстрее, как можно проще. Ну, как-то так. А теперь я вот так вот. Ну, ну, давай бабки, бабки давай, никуда с него влезут. Дай позвонить. Деньги давай, что просить? Деньги давай, деньги давай. Зарплату давай. Только угроз теперь будет к шее. Не к животу, а к шее. Тоже угроза и тоже контактная. То есть, я угрожаю, что нужно бежать и добродететь. Вот с этой стороны сейчас начнем. Ага. Не правой рукой, правша? Да. Обычно правши, да, у нас все чаще всего. Поэтому вот такое будет положение у нас. То же самое, ручки подняли, испугались. Это без усилий. И то же самое, двумя руками сбили. Ручку в сторону. Как можно резче. Сбили. После чего, смотрите, толчок. Держим руку. Шажок на него. Можно, наверное, будет наступить ему. И в это время толкнуть его плечом. И идти в другую сторону. Еще раз. Пам. Пам. И туда к двери побежал. Прям вот не надо. Ничего не обезоруживать. Ничего. Ладикличные движения не нужно. Сбери ножик. Толкнули его туда. И убежали. Поехали. Толкнули его. Толкнули его. Толкнули его. Толкнули его. Толкнули его. Выражается кратенькость и суть самобороны. Это нанести сильный удар. Вот сколько вы не вырывали руки. Сколько вы не прикрывались. Это никогда не закончится, пока вы не решите проблему кардинально. Каким образом? Нужно вырубить врага. Нужно вырубить противника и отключить компьютер. Это делается с помощью удара в нижнюю челюсть. Вот такой маленький секрет был искусств. Ну не как. Бог смотреть. Бои без правил. Все снора заплатили на бороду. Прямые удары. Боковые. Снизу. Сверху. Если вы попадаете в нижнюю челюсть, то чаще всего это гарантированный нокаут. Если удар точный, быстрый, незаметный, резкий. Даже не нужна особая сила. 20-20 килограммов нужно для ударов челюсти. Чтобы человек потух. Вот что мы сейчас делаем? Какие удары челюсти разбираем? На дистанции конфликтные. Что вы можете использовать? Прямой удар бородом. Если, допустим, правша, у вас будет правая рука сзади. Для того, чтобы сильно, мощно прогнуться правой ноги, скрутиться правым плечом. И по боксерски все задеть. Это если мы бьем кулаком. Костяшками среднего, указанием пальца. Если кулаки еще не очень тонированные, вы не отжимаетесь на кулаках, не бьете мешок лапы и так далее, то можно использовать ладонь. Удар будет такой же силы примерно. Просто поверхность чуть побольше. Пальчики на себя и выдавить твердую часть ладони. То же самое в бороду вот сюда. Прямой удар. Из разговорной стоечки. То есть вот такая стоечка. Он идет на меня, я держу дистанцию. Смотри. Бар, все нормально. Да угомоните, да успокойся ты, брат. Да все хорошо. Два-три раза предупредили, если он опирает. Ну, соответственно, он языка не понимает. Так бам! Ее удары в бороду сразу. Оттолкнулись с ноги. Ударили в голову. Посмотрели по сторонам, чтобы произошло. Нет и видеокамер. Тогда подошли и... Разговорная стоечка, смотрите. Руки на уровне груди. Для чего нужны эти руки, чтобы он с вами не сблизился, не схватил вас, не приставил ножик и не ударил вас? Потому что любой даже, не знаю, мастер спорта по боксу, он на какую дистанцию скорее всего может пропустить? Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вон, смотри, туда. На! Отсюда удар идет. И мастер спорта по боксу лежит. Вот залог вашей самобороны. Вот эти руки. И отсюда движения снять. Кулаком попробуйте. Просто иметь ладонью. Кулаком ладонью. Стоечку поменяли. Если левша, то левая рука, левая нога сзади. А отсюда прямой ладонь. Прямой ладонь. Привыкать. Давайте, поехали. Бежи меня. Встань на месте, чтобы он промахнет. А он горел, чтобы он сконтролирует. Попробовали, да? Сейчас, внимание, ребят, такая, такая работа. Смотрите, он подошел к вам немножко ближе. То есть вы эту дистанцию не удержали или, например, эта дистанция наиболее оптимальная для защиты. Вам подходит агрессивный человек, вы ручку выставили или две руки. Да, очень важный момент психологический. Если будете трогать его ладошками, пальцами, это будете его психологически консультировать. Раздражать, провоцировать на агрессивное действие. Ну типа там, он меня спросит, а ты руки мыл или хуй ты меня трогаешь руками своими. Такое возможно. Поэтому я рекомендую тонкий психологический момент. Тыльной стороны. Так деликатненько, вежливо, культурненько. И не то, что я утолкаю. Я просто показываю, что это мое пространство, это моя личная зона. И пожалуйста, сюда вот не надо. Очень вежливо, аккуратно. То есть не надо сразу в бычку лезть. Сейчас что мы делаем? Случилось так, что вы стояли, допустим, у стойки пара. Попробовали? Попробуем. Ой, а он уже вот тут рядышком, понимаете? И вам вот такие некуда. Или вы лезете там еще где-то. И вы стоите очень близко. И вам нужно его бить. Вот такая вот необходимость озарела. Какой инструмент здесь мы подберем? Колено. Головой. Колено. Молодцы. А если касательно рук? Локти. Можно кут, можно перкот. Да, совершенно верно. Но возьмем локоть. Возьмем локоть, потому что очень тверденький. И как раз для этой дистанции подходящий. Ну, головой тоже тут нюанс надо уметь. А локтем любой удар, мне кажется, проходит очень хорошо, жестко. Как мы это делаем? Руки здесь, подняли движение. Поднял локоть и бедром, плечом скрутился. И ту же самую нижнюю челюсть удалю. Влево и вправо. Просто покидайте вот это движение. Легко, аккуратно. Давайте до челюсти. До челюсти. Поднимем вот этой косточкой. По крайней мере, если вы не срубите, то будет рассечение. Самой жесткой. Жесткой, да. Жесткой конструкции. Ну, коротко. Надо в челюсть. В челюсть, да. Тоже в нижнюю челюсть. Как это происходит? Косточкой. То есть, смотри, а достигается следующего уровня. Если вот так я поверну к себе ладонь. Видите, у меня поворачивается мягкая часть. И будет удар не очень эффективный, да. Если я поверну себе большой палец сюда. И прижму кулачок груди. Доказывается, что косточка очень жестко втыкается в черепушку. Давай, давай, давай. Ведор, ведор вперед. Давай. 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 Держись. Давай. Держись. Давай. Давай. Давай, давай. Сиди верхом подпределем. Подскорнёмся, упадёмся. Пустой на ноги, прям, ровненько. Здесь уже ты меня уже. Высишься? Так, меня. Держись. Ну да. Ну да. Понятно? Ну да. Ну да. Ты же правшат. Давай левим. Полёт на полу. Гора тут левим. Пошёл левим. О! Отлично. Нормально. Нормально. Да. Нормально. Нормально. Давай. Локоть. Гуляйте. Трюк. 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 Продолжение следует...